Дорогие друзья, слушатели и зрители, добрый день вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Новгородова, Аял Слепцов и в нашей студии гости, заместитель министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Любовь Клюкина. Любовь Николаевна, здравствуйте. И руководитель Центра по работе с волонтёрами Республики Саха-Якутия Айлан Бинокуров. Айлан Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Наш эфир сегодня выходит в конце года, и логично подвести итоги этого года. Тем более, что для каждого из вас этот год, он юбилейный Министерству молодёжи, да? Да, 30 лет. А волонтёрскому центру 10 лет, то есть такие юбилейные, в принципе, такие солидные даты. Поэтому, я думаю, рассказать будет о чём. Если так мой вопрос резюмировать, то что интересного произошло в этом году для нашей молодёжи, для молодёжи нашего города и нашей Республики с вашей лёгкой руки? Расскажите. Ну, 30 лет даже не сколько Министерству по делам молодёжи, а органу по работе с молодёжью. Дело в том, что этот орган за эти 30 лет у нас претерпевал различные изменения. Это было и Министерство по делам молодёжи, и спорту, и спорту, и туризму, Министерство по делам молодёжи, и семейной политики, и так далее, и так далее. И за это время поменялось ещё и приличное количество министров. Поэтому для того, чтобы отметить такую очень хорошую дату, мы в первую очередь выпустили книгу, посвящённую 30-летию, с воспоминаниями. Причём воспоминания там не только от тех, кто возглавлял Министерство в течение этих лет, но и от работников, и от представителей районов Республики. И буквально накануне, вот совсем недавно, 22-23 декабря, мы провели презентацию книги с приглашением бывших министров, где они вспомнили, дали свой такой завет молодым людям и представителям молодёжных организаций. Потому что у нас был съезд молодёжных организаций, это был четвёртый съезд за всю историю Республики. Последний съезд у нас провелся в 2016 году. Здесь мы собрали молодёжные организации по нескольким направлениям и проговорили о том, какие у нас будут планы на будущее. У нас организации есть разные, их много на самом деле. Есть такие движения, есть прямо оформленные юридические лица, есть просто такие сообщества молодых людей. И поэтому в рамках съезда мы проговорили по темам развития добровольчества, по патриотике. Были также у нас представители организации работающей молодёжи, молодых специалистов, представители муниципальных районов и так далее. И кульминация, так сказать, съезда, кроме встречи всех министров, это вот впервые за много-много лет на самом деле такая встреча произошла, была ещё и встреча с представителем правительства Республики Андреем Владимировичем Тарасенко, где он озвучил вообще фразу, которую ждали, мне кажется, молодые люди, активные молодые люди всей Республики много лет. Он сказал о том, что у молодёжных организаций в 2022 году появится своё отдельное помещение, здание, где можно будет, наконец-то, базироваться, встречаться, обсуждать, проводить какие-то свои мероприятия и так далее, и так далее. Потому что на самом деле наши активные молодые люди, они вот выходят, как говорится, каждый находит выход, да, вот сами где-то там тихонечко сидят, находят помещение, ищут средства на содержание, ну, испытывают ряд проблем. И, наконец-то, вот в преддверии Нового года нам такой хороший подарок был предоставлен, что будет принято решение руководством Республики о выделении отдельного здания. Вот, это супер важно, да, таким образом мы инфраструктурно, у нас, наконец-то, молодёжная политика будет на уровне Республики поддержана. Хороший подарок. Это супер подарок. У нас в районах Республики, в некоторых районах есть молодёжные центры. Это очень важно. Молодым людям нужно место для сбора, для такого созидательного творчества общего, да, не все занимаются спортом, не все занимаются какими-то творческими, да, вещами, но все любят собираться в квиз играть, например, да, проводить мероприятия, что-то обсуждать, настольные игры и так далее, и так далее. То есть вот для этого теперь в Республике, наконец-то, появится отдельное помещение для того, чтобы у нас было развитие для общественных организаций молодёжных. В течение всего этого года проводилось очень много мероприятий в онлайн-формате, в первую очередь. Вот этот съезд, он вот такой вот был, наконец-то, встречей в оффлайн-формате, хоть и в очень узком формате. То есть было не так много людей, как, например, в 2016 году. В 2016 году был полный КЦ Сергиляхские огни, это было порядка 600 человек. Очень широко, да, проводили. Тут мы собрались узким таким составом, да, в точке кипения, вот. Но, несмотря на это, мы думаем, что результат съезда получился неплохим. Ряд вещей мы вынесли на суд представителя правительства, он их поддержал. Вот, поэтому такая вот ламповая хорошая встреча прошла в преддверии 30-летия. Кроме этого, мы говорим о развитии наших специалистов по работе с молодёжью, которые у нас работают в районах республики. Они, конечно, подчиняются главам муниципальных образований, нам, как министерству. Они просто наши такие хорошие соратники и партнёры. И мы для них делали курсы повышения квалификации с приглашением федерального суперэксперта, директора Института молодёжной политики Российской Федерации. Он смог к нам приехать лично, прокачал ребят, сказал им, что вы работаете не очень верно, вот, вам нужно немного сменить ориентиры, в принципе. Последние два года вот эти вот курсы проводились для специалистов онлайне. Тоже впервые за вот этот вот период, да, пандемийный. Мы наконец-то встретились очно, ребят рассказали про то, какая у них работа ведётся на местах, как поддерживают главы или не поддерживают, да, что происходит, где берут гранты, где у них там есть успехи и так далее. Вот эти вот КПК, они нам показали такой определённый срез, то, что было немного упущено за последние два года в молодёжной политике. Вот, ну и с другой стороны показали ещё такие хорошие успехи, которые были достигнуты, потому что у нас есть и обладатели грантов Росмолодёжи, Федерального агентства по делам молодёжи, они решают проблемы молодых людей на местах. Есть у нас обладатели президентских грантов и грантов главы, то есть вот про это мы проговаривали. Ну вот такого рода мероприятия мы провели в рамках юбилея нашего министерства. — Давайте перейдём к волонтёрству. Перед эфиром Айлана я спросила, что вот волонтёрство — это такой вот образ жизни, да, вы сказали, что это норма жизни. — Это норма жизни, да. — Вот, ну мне как-то это очень понравилось. Вот, кстати, сейчас я добиралась на эфир, пробки, туман, перекрытые у нас дороги в центре. Понимаю, что не успела, я просто вот на дороге остановила машину, и меня просто так парень довёлся, даже денег не взял, я сказала, ну, почему он говорит, а просто хочется сделать что-то хорошее, что-то доброе. И возможно, да, если вот так смотреть, да, что это... — Да, как раз-таки мы стремимся к этому, да, чтобы действительно и по всей России у нас добровольство, волонтёрство стало нормой жизни. Да, есть у нас такой слоган, оно у нас, так скажем, распространяется на всю, так скажем, Россию, да. И действительно, в последнее время, наверное, многие заметили о том, что со стороны государства, вообще у нас в России, очень большое внимание уделяется добровольству, да. Действительно, к этому повлияло год добровольца, который у нас прошёл в 2018 году, да, по всей Российской Федерации. И как раз-таки с этого времени можно сказать, что волонтёрство стало так реально вот трендом, новым таким-то трендом, то есть людям нравится, людям хочется делать какие-то добрые дела, да, ну, то есть тот же поступок, который вот у вас был, его же, наверное, это подвигло тоже, то есть хочется делать что-то приятное или доброе. — Да, он просто сказал, просто хочется сделать что-то приятное. — Вот, поэтому очень приятно даже слышать о том, что есть вот такие, да, моменты. — Реально выручил парень. — Да, да, да. Вот, ну, действительно, добровольское движение у нас в республике, как официально организованное, начала работу в 2011 году, с момента регистрации нашего центра, да, как раз-таки по инициативе в то время Министерства молодёжи республики. Они инициировали и создали такой вот волонтёрский центр. На самом деле они переняли опыт у республики Татарстан. В то время уже в Татарстане отдельно было учреждение, которое занимается волонтёрством, да, и вот с того времени наша республика тоже начала системно развивать добровольчество. Первая, конечно, задача была у них создание нашего центра — это сопровождение игр «Дети Азии» волонтёрами, да, в 2012 году, да. К пятым играм центр полностью сопровождал волонтёрскую программу игр, организовывал работу тысячи волонтёров на играх «Дети Азии», да. И после этого уже с 2012 года наш центр систематически занимается развитием волонтёрской деятельности. Если ещё быть поточнее, с 2018 года мы являемся членами Ассоциации волонтёрских центров России, да, это всероссийская организация, которая у нас основная по России, курирующая добровольскую деятельность. Мы являемся членами и вступили в федеральную программу «Ресурсные центры добровольчества». С 2019 года мы являемся здесь, на территории республики, таким центром ресурсным, да, то есть наш центр занимается тем, что системно развивает добровольчество и помогает другим создать такие организации, волонтёрские центры, объединения и так далее. Вот как раз-таки в этом году у нас по России, вот как раз-таки тоже Ассоциация наших, Ассоциация волонтёрских центров России запустила впервые в России социальную франшизу, да, мы все знаем, что такое, надеюсь, слово «франшиза», да. Это впервые в России бесплатная франшиза, которая выдается всем организациям, да, то есть называется «Доброцентры». То есть по этой социальной франшизе у нас по всей Российской Федерации, практически во всех населённых пунктах должны появиться добровольческие центры. То есть там неважно, да, то есть «Доброцентр» можно открыть на базе любого учреждения, да, пусть оно будет государственное, пусть оно будет коммерческое, некоммерческое, да, либо же это больница, школа или ещё что-то, да. То есть «Доброцентр» можно создать в любой организации. И полностью Ассоциация предоставляет, конечно же, методическое сопровождение, информационное сопровождение полностью их, помогает им, то есть от начала до конца, то есть как создать центр, как работать, как набирать добровольцев и так далее. И, конечно же, при реализации этой франшизы по России, ну, особую роль будет играть, конечно, наши вот ресурсные центры по России, да. У нас в Российской Федерации 84 ресурсных центра, соответственно, в Якутии являемся мы ресурсным центром, да, и, соответственно, будем способствовать, чтобы у нас в республике открывались первые такие вот «Доброцентры». Вот, ну, первые заявки уже есть, у нас всегда по добровольству очень активные районы. Наши это Мирнинский район, Ниренгринский район, да, Ленский район, они уже активно подали заявку, и как раз-таки со следующего года, как у нас выходные закончатся новогодние, мы уже начнем реализацию этой шостральной франшизы у нас на территории республики. Очень хорошо так звучит, но мне вот хочется примеры, к которым, я думаю, мы перейдем вот сразу после рекламы, потому что уже через 30 секунд мы прервемся на 2 минуты, но очень скоро вернемся в нашу студию. И слушателям, я хочу и зрителям напомнить, что мы в прямом эфире, и 32 00 66, 32 11 66, это телефоны, по которым вы можете к нашему разговору присоединиться и рассказать о своем опыте волонтерства или благотворительности, поэтому мы будем только рады. Не переключайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии гости заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Любовь Клюкина и руководитель Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия Айлан Винокуров. Мы говорим о том, что волонтерство сейчас достаточно популярно, но так ли было всегда? Я, честно говоря, не знаю. Хорошо, что сегодня так. И, возможно, сейчас нас смотрят или слушают те люди, которые задумываются о волонтерстве, ну, как-то это сделать, может быть, действительно нормой своей жизни. Вот с чего начать, какой алгоритм, как прийти в ваш центр, или как подать заявку, или как рассказать о том, что ты можешь сделать, что ты хочешь делать, и какие направления волонтерства на сегодня существуют. Ну, действительно, я все, когда вот приглашают на интервью и так далее, да, я всегда все время говорю, и ребятам, когда с других регионов вот знакомимся, я говорю о том, что у нас добровольство, вот у народа, у якутов вообще, которые живут у нас в Якутии, да, оно заложено где-то, наверное, даже на генном уровне, потому что у нас принято, да, всегда вот, когда с охоты приходишь, там, обязательно делишься, да, и осенний забой тоже делишься обязательно, ну, то есть помогать друг другу, ближнему, оно же у нас у всех есть на самом деле, поэтому, действительно, есть такие люди, которые, ну, менталитет у нас, на самом деле, немножко сложный вообще у якутян, да, поэтому, если их что-то держит такое маленькое, действительно, они могут, не стесняясь обратиться к нам, в наш центр, мы находимся на улице Женихидзе, 10, втором этаже актовый зал, у нас полное, наконец-то, с прошлого года большое помещение есть, да, где мы проводим свои мероприятия, акции, где у нас базируются все наши добровольские движения, вы как раз-таки спросили про направления, да, которые у нас есть, на сегодняшний день у нас в республике активно развиваются пять направлений добровольчества, да, в первую очередь, это, конечно, у нас волонтеры-медики, то есть это волонтеры в сфере здравоохранения, они занимаются у нас пропагандой здорового образа жизни, они помогают в медицинских учреждениях, да, то есть когда пандемия началась, впервые вот наши волонтеры пришли на помощь на красной зоне, да, и до сих пор многие ребята сейчас помогают на красной зоне, как волонтеры, заметьте, да, как волонтеры. Это могут быть люди без медицинского образования? Это могут быть люди без медицинского образования, как раз-таки вот у волонтеров победы, ой, волонтеров-медиков как раз-таки такая фишка, Есть слоган, волонтером-медиком может стать каждый. Тут ограничений нет, но, соответственно, когда ребята помогают в медицинских учреждениях, там разделяют по обязанностям, и они помогают, например, в колл-центрах. То есть то же самое сейчас у нас ребята помогают как волонтеры в первой поликлинике, в колл-центре, в Якутской городской больнице номер 3. То есть ребята сидят на колл-центре, если вы, наверное, обращались в больницу, когда вы звоните на горячую линию, и, возможно, трубку поднимал волонтер. То есть это не специалист. Смотрите, а тогда вот есть же такие случаи, когда близкий человек заболел, и его близкий человек хочет быть волонтером, помогая ему и, соответственно, всем тем, кто, допустим, тоже, ну, например, с ним выздоравливает в это время и старается победить болезнь. Как, например, этот человек может, обратившись к вам, вот таким вот окольным путем добраться до цели? Ну, на самом деле, честно, интересный вопрос. У нас, по-моему, если я не ошибаюсь, такого прям не было опыта, да, то есть что человек, ну, то есть чтобы помочь своему родственнику, который болеет, через волонтерство попал к нему там в палату и так далее. То есть прям волонтеры, когда у нас помогают в учреждениях, в медицинских учреждениях, их прям как врачи, конечно же, не допускают, да, то есть они помогают младшему медицинскому персоналу. То есть они могут принести, что-то увезти, заполнить документы какие-то, да, то есть прямого ухода нет. Но даже так быть, быть рядом с человеком, допустим, в стационаре, который для тебя близок. Я вот, например, очень хотела быть рядом со своей мамой, когда она была в стационаре, мне казалось, что если я буду рядом, я просто все равно чем-то смогу помочь. Но чтобы это сделать, естественно, не нарушая, да, какие-то там законы, да, и не создавая никому проблем, и не знал, как это сделать. И вот, возможно... Как раз таки можно было, возможно, да, попробовать вот этот такой механизм. А вы говорите, у вас не было таких заявок, да? Вот прям таких не было, да, то есть ребята помогали, конечно же, работали. Ну и нужно еще добавить, да, о том, что все, кто желают стать волонтером-медиком, проходят школу волонтеров-медиков. Это обязательная история. Да, то есть так нельзя просто прийти и сразу стать волонтером, да, нужно все равно обучиться, это определенный срок, это вхождение в сообщество людей, потому что движение волонтерское — это всегда такие общие сообщества, в которые нужно войти, познакомиться с ребятами, найти общий язык и вклиниться в те планы, которые есть у сообщества. А где вот эта информация, которую можно посмотреть, например, пройти обучение? Да, как раз таки расскажу немножко дальше по направлениям и где можно найти, да. Один из вот этих направлений у нас — волонтеры-медики. Следующий направлений у нас — волонтеры-победы, да, то есть волонтеры-победы у нас работают в республике с 2017 года, да, и они как раз таки занимаются помощью ветеранам Великой Честной войны. Они проводят исторические квесты, они занимаются сохранением исторической памяти, да, то есть патриотическим воспитанием, ну, воспитанием, наверное, громко сказано, но как раз таки пропагандируют патриотизм, да, у молодежи и так далее. Вот. Потом у нас следующий направлений — это волонтеры-культуры, это совершенно новое направление, которое работало у нас с прошлого года, да, тоже. По России у нас волонтеры-культуры являются одним из лучших, забыл сказать и про волонтеров-медиков, да, волонтеры-медики. У нас в этом году по России стали лучшим региональным отделением. Лучшим региональным отделением — это большой труд, это большая победа большой команды, можно сказать. Вот. Волонтеры-культуры у нас работают, помогают в учреждениях культуры, они, у них есть определенные свои проекты, да, то есть в части библиотек, там библиоволонтеры есть. Есть волонтеры, которые помогают в сопровождении культурных мероприятий, да, есть волонтеры, которые помогают в музеях, в учреждениях культуры, да, то есть. У них очень много таких новых направлений, которые интересны. То есть, если человек увлекается там историей, да, и он хочет быть как-то вот близко, ну так скажем, в музею, то он может пойти в музей как волонтёр культуры и помочь там. То есть уже при работе, так скажем, да, когда он помогает в том или ином учреждении, он может уже поближе познакомиться с сотрудником, сотрудники могут ему что-то побольше рассказать, он может им помочь даже при выставлении каких-то музейных экспонатов, да, то есть они же всегда нужны лишь, ну рука помощи, да, поэтому, то есть такое интересное направление. Следующее направление у нас это серебряные волонтёры. Это одно из тоже таких самых, скажем, в последнее время тоже популярных направлений, да, оно у нас в республике практикуется с 2016 года, с игр «Дети Азии» и серебряный волонтёрство у нас в республике курирует со стороны Министерства труда, потому что это серебряные волонтёры, это те люди, которым больше 55 лет. Ты считаешься серебряным волонтёром, у них есть свои сообщества, у них есть свои направления, у них есть там своя программа и сейчас это движение курирует ресурсный центр «Победа», да. они полностью сейчас занимаются, только-только в этом году конкретно начали заниматься этим, и они сейчас по всей республике будут создавать ячейки серебряных волонтёров. То есть это те же люди обычные, да, то есть только им больше 55 лет, они на заслуженном отдыхе, да, как правило, и они вот занимаются активной такой деятельностью. У них там свои кружки есть, они там вяжут, они там рисуют, они там поют, пляшут и так далее, ну, то есть очень много направлений. То есть делятся своими умениями с другими. Святые люди, уже бы на покой, да, они такие активные. Да, и как правило, в основном это бывает, я вот в последнее время заметил, это в основном педагоги, оказывается. Педагоги, да. Потому что действительно... Привыкли к общению. Да, они привыкли к общению, они постоянно с молодёжью, рядом, поэтому я вот всё время видел, либо это педагоги, либо это учителя. Да, 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 есть такое. Вот, вот эти вот направления и вот наш ресурсный центр. Мы сейчас все находимся в одном месте. Мы полностью вот с прошлого года, благодаря грантам главы республики, да, мы выигрывали в прошлом году грант главы, 3,5 миллиона. И на этот проект мы вот реализовали, получается, выбили, так скажем, кабинет, полностью помещение 200 квадратных метров, у нас есть большой актовый зал, у каждого движения, вот у волонтёров-медиков есть свой отдельный кабинет, у волонтёров-победы свой отдельный кабинет. Там у нас есть конференц-зал, да, то есть где мы проводим виде-конференц-связи, потому что сейчас это популярно, всё через Zoom, да, электрон, в виртуальном, так скажем, мире мы это проводим. Поэтому оно как раз-таки вот благодаря всё грантам главы республики реализовано. Но и другие добровольческие движения могут к вам приходить. Да. Да, и не только добровольческие движения, у нас все некоммерческие организации, да, которые есть, и представители муниципальных образований у нас собираются, да, то есть пространство, которое, ну вот, как раз-таки в сфере добровольчества дает возможность людям где-нибудь собраться, что-нибудь своё проводить, да. Чтобы стать, вступить в это движение, в первую очередь, конечно же, надо зарегистрироваться на нашем федеральном сайте. У нас есть федеральный сайт, это единая информационная система добро.рф, либо же добро.ру, оно на русском и на английском языке можно всё равно попасть туда. Да, и как раз-таки на этом сайте у нас аккумулированы все добровольцы, которые у нас есть, да, которые действительно себя официально считают добровольцем, и они зарегистрируются там. И все мероприятия добровольства, которые мы проводим, тоже всё на этом сайте делается. Для чего это делается? Как уже ранее говорил, добровольство у нас популярно, и действительно сейчас очень много плюсов дают добровольчество, да. И как раз-таки, чтобы вести учёт весь вот твоей волонтёрской деятельности, как раз-таки этот сайт создан, то есть в этом сайте у тебя есть личный кабинет, где ты подаёшь заявку на мероприятие, как добровольца отработал, и у тебя весь твой опыт, который ты отработал как волонтёр, оно там уже накапливается как в виде отработанных часов добровольческих, да. Организаторы там тебе оценку ставят, отработанные часы, ты заходишь, нажимаешь личную книжку волонтёра, и там сразу всё как выгрузка выходит, сколько ты часов отработал, в каких мероприятиях, и так далее, и так далее. Вот, почему, да. Приятно посмотреть самому, да. Да, да, потому что оно даёт школьникам в первую очередь дополнительные баллы при поступлении, да, то есть мне кажется, это очень хорошая история. У нас есть очень много примеров, когда ребята воспользовались этим, да, и поступили даже на бюджетные места, то есть там немножко баллов не хватило, он вспомнил, что он как волонтёр отрабатывал, работал, да, помогал, выгрузил волонтёрскую книжку, показал, и, соответственно, университет ему добавил дополнительно 5 баллов. Я вот, кстати, думала про вот возраст школьников, да, допустим, они же, будучи волонтёрами, могут ту или иную профессию, куда они хотят пойти изнутри, как бы вот прошупать, да. Да, да, прям в точку попали, да, я всё время об этом говорю, о том, что школьникам в первую очередь очень интересно, как раз таки вот, я говорю, даже как профориентация, ну, может быть, да. Да, это круче, да. Первые, да, это круче, да, наверное, уже можно руками пощупать, попробовать, поработать. Ты там уже становишься своим человеком, ты уже прям вот входишь в курс дела, да. Совершенно верно, да, то есть хочешь стать врачом, попробуй стать волонтёр и медиком, грубо говоря, да. Да, выдержишь ты или нет. Да, хочешь быть сотрудником учреждения культуры, стань волонтёром культуры, попробуй, да, то есть узнай изнутри, да, что, как и так далее. Или хочешь быть там журналистами или ещё что-то, у нас есть медиаволонтёрство, да, которое мы сейчас тоже будем продвигать, то есть везде можно попробовать. И волонтёрство у нас на самом деле безграничное, оно может развиваться у нас во всех сферах нашей жизни. Это хорошая помощь молодёжи, мне кажется, вообще просто очень круто. Это один из основных, так скажем, направлений молодёжной политики. Можно не ошибиться с выбором профессии, это же очень важно, да, когда ты придёшь в какое-то, не знаю, там, управление, здание даже элементарно, почувствуешь, что это моё место, и ты потом идёшь, поступаешь туда, чья профессия, которая профессия тебя туда приведёт, да. Мы сейчас снова прервёмся, и у нас ещё третий блок, и слушатели, зрители, не переключайтесь, ну и в третьем блоке дозванивайтесь до нас, 32 00 66, 32 11 66. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Телефоны напомню, 32 00 66, 32 11 66. Мы говорим о том, как живёт наша молодёжь в Якутске и в республике, и о том, что волонтёрство сегодня дело хорошее. Плюсы мы перечислили, и вы рассказали о том, что вас можно найти на сайте, но сейчас все активно в Инстаграм, поэтому, может быть, вы и сориентируете в этой соцсети. Ну, как раз-таки, действительно, среди молодёжи у нас сейчас популярна соцсети Инстаграм. Мы сейчас ещё осваиваем ТикТок, да, потому что ТикТок тоже набирает популярность. В Инстаграме они могут, можете нас найти на странице Добро ЕКТ, то есть эта страница уже вас, так скажем, поведёт по нашим направлениям. В нашей странице можно найти наше направление все, да, и волонтёров-медиков, и Победы, и Культуры, и так далее. Но наше оригинальное отделение, в основном, у всех в Инстаграм страница Волмедик14, Волпобеды14, Волкультуры, да, ЕКТ. Вот. Основная страница Добро ЕКТ, и либо же могут позвонить на наш телефон 508-892. Хорошо, у нас на наш телефон позвонили слушатели или зрители. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Светлана, уважаемая. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые волонтёры Хангалатский УЛУС, Валерий Иванович. Валерий Иванович, здравствуйте, рада вас слышать. Вы наш постоянный слушатель и зритель. Я хотел бы и ваше предложение услышать, Светлана. Обязательно вы отключитесь сейчас к моему вопросу. Хорошо. Я хочу вот молодых, перспективных, вот таких крутых ребят, вот эти волонтёры, они очень нужные, честные, правдивые, хорошие, работящие ребят. А вопрос у меня такой, когда-нибудь вот наших нерадивых, ленивых депутатов могут заменить волонтёры? Или нет? Волонтёры заменить. Они же почти на таком же уровне работают. Если им дать хорошие государственные полномочия, они будут намного лучше работать. И Светлана, подключись. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Можно я... Внимание к моей персоне. Ты прокомментируешь, да? Да, да. Может, я же... Он уже скажет что-то длинное. Действительно, скажу, что да. Возможно, скоро и может быть такое. И уже есть пример. И уже есть примеры, да. Как я уже ранее говорил, у нас основная организация по России, ассоциация волонтёрских центров России. У нас председатель Артём Павлович Митилев, он в этом году стал депутатом Государственной Думы. И не только депутатом, я вам скажу больше, он стал председателем комитета по молодёжной политике Государственной Думы. В принципе, в том же Инстаграм достаточно часто можно увидеть посты, где люди как-то краят законы, да, и предлагают свои. Нужно, чтобы не вести, поэтому немножко мы все... Ну и у нас был кандидатом в депутаты Госдумы Пётр Черкашин, да, который как раз-таки является добровольцем. Организатором акции республиканской полка добра, да, и так далее. То есть вот он себя пропагандировал как доброволец в первую очередь. Это очень хороший кейс. Он набрал достаточно, очень большое количество голосов. Немного, недостаточно до победы, но всё же. Да, и сейчас у нас в районах республики становятся депутатами также наши молодые лидеры, которые ведут активно добровольческую деятельность. То есть такие тоже вот кейсы позитивные есть. Не могу сказать, что все депутаты не родивы, да. Может быть, они просто не очень активно свою деятельность освещают. Наверное, есть такая история, да. Но у нас тоже стоит задача, чтобы наши ребята становились депутатами. И они, самое главное, сейчас уже тоже поняли, для чего и зачем это надо. Может быть, Айлан у нас будущий депутат, Илтуман, кто знает. Кто знает, да. Кто знает, да. Вот как раз вы затронули работу в районах республики. Если в городе всё понятно, как проходит, что с молодёжью в районах и как там помогают реализоваться и добрым делам в том числе. Ну, в каждом районе у нас есть специалист по работе с молодёжью. Их ещё называют в простонародье лидеры молодёжи. Есть районы, где у нас лидеры молодёжи есть даже в каждом наследии. Они работают чаще всего при администрациях. Есть свои такие муниципальные программы, по которым они работают. Ну, для примера, если глава района обращает внимание на молодёжь, то он ставит задачу перед специалистом о том, как нам вообще оставить в наследии или в районе молодых людей, чтобы они не хотели уезжать в Якутске, да, чтобы они возвращались после окончания СВФУ или других вузов и работали на благо района. И для этого специалист проводит ряд мероприятий. Например, это различные образовательные форумы, фестивали. Создает молодёжные организации, чтобы молодые люди сами по своим интересам проводили мероприятия. И практика показывает, что там, где хорошо развита молодёжная политика, там идёт приток молодых людей и снижается отток на местах. Нужно ещё говорить о том, что в ряде районов очень хорошо подключаются к этой истории, к работе с молодёжью образовательные организации. Это филиалы СВФУ, это техникумы, колледжи и так далее. Там, где вместе они вкупе работают, там получается хорошая такая вот добрая история. Там же наши же специалисты курируют развитие добровольчества, сами являются добровольцами, сами являются таким примером для молодых людей. Проводят мероприятия по профилактике употребления различных психоактивных веществ и так далее, так далее. У нас сейчас наши специалисты, у нас их больше 280 в районах республики. Это люди, которые не имеют профильного образования. Они пришли из системы культуры, например, клубную деятельность закончили. И сферы образования очень много. Может быть, работали где-то в другой вообще сфере, но были всегда социально активными, каким-то таким живчиками. И их поэтому глава пригласил стать специалистами. Потому что у нас только первый выпуск специалистов по направлению организации работы с молодёжью в нашем Северо-Восточном федеральном университете он выпустился только в 2021 году. И у нас вот первые специалисты, их несколько, там ребята в армию ушли, кто-то другое направление выбрал. Они наконец-то приехали в районы работать. Уже подготовленные, конкретные, с пониманием, как нужно делать, как нужно работать и так далее. Сейчас этих ребят уже 40 человек обучается на разных курсах. Я в том числе преподаю. И вижу, что качество подготовки, в принципе, неплохое. И самое главное, им такая единая линия даётся. То есть как сделать так, чтобы молодые люди хотели развиваться в своём родном улусе-наслегии. Вот это вот основная задача, над которой они работают. Мне кажется, вот специалист по работе с молодёжью, это то же самое, что преподаватель, что учитель. Потому что это же тоже работа с молодёжью. И там очень много нюансов. Это очень схожие компетенции, но очень часто преподаватель больше спрашивает, что ты сделал, контролирует. А здесь всё же специалист должен соблюдать баланс, паритет и давать возможность свободы. То есть он должен создать условия для того, чтобы молодёжь развивалась. Как создать условия? Как бы организатор получается. Организатор. Оборудовать на хорошее помещение, например, для того, чтобы ребята там могли собираться. Придумать какие-то гранты, меры поддержки, чтобы глава района вручал молодёжным организациям на местах, и они дальше проводили. Получается, молодёжь такая на пьедестал, немножко как звезда, вокруг звезды начинается какая-то работа. Да, да, да. Но вот эта работа, она должна проводиться и может проводиться. И позитивно только там, где так и есть, с самими молодыми людьми. Ну это приятно. Когда они приходят, говорят, я готов, например, сделать турслёт. У меня есть команда, несколько человек. Помогите, да? Да, нам нужен транспорт, питание, и осветите нам, пожалуйста, наше мероприятие. Всё, вместе всё собирается, и мероприятие получается неплохим. И потом уже из этого турслёта развивается, например, привлечение к турслёту ребятишек, состоящих на учёте, например, в различных органах, они там помогают. И там межпоколенческое отношение, там привлекают людей взрослого возраста для того, чтобы они там делились своим опытом и так далее. То есть вот там вот потом это всё так нанизывается. В каждом районе абсолютно своя история, свой опыт. Есть те районы, где много лет специалисты работают, у них там уже свой такой определённый план, там всё неплохо. Есть, где постоянно специалисты меняются, и развитие профессионального сообщества специалистов по работе с молодёжью — это, конечно, первоочередная задача нашего министерства. А сейчас наши специалисты по молодёжке ещё и курируют сферу развития институтов гражданского общества, то есть работу со всеми общественными организациями. Ну и хорошо, что сейчас есть возможность видеосвязи, что можно вот какое-то собрать сообщество из всех районов республики и обменяться опытом, где-то посоветовать, ещё что-то. Да, да, да. Вот буквально я сюда пришла с мероприятия «Горного улуса». Это фестиваль достижений «Горного улуса», где общественники рассказывали о тех проектах, которые они реализовали. То есть вот перед уходом как раз рассказывали про очень интересный проект — это развитие детского научного сообщества «Горного улуса». Они его прописали проектом молодёжной организации, получили грант, реализовали, и теперь они вот рассказывают другим, делятся своим опытом. Это вот как одно из ряда мероприятий, которые проводят наши специалисты на местах. В общем, если молодёжь захочет как-то себя проявить, есть куда обратиться. У нас остаётся с вами две минуты до конца эфира. Я хочу предоставить вам возможность, может быть, поздравить ваших коллег, наших слушателей и зрителей, и тоже присоединюсь и закончим. Ну, в первую очередь хочу поздравить наших добровольцев, добровольческие организации с наступающим Новым годом. Действительно, год был, так скажем, нелёгкий, он был тяжёлый, но, несмотря на это, у нас очень много успехов. Желаю, чтобы в следующем году у нас всё больше и больше побед было, и желаю всем удачи. — С наступающим 2022 годом! Пусть этот год будет прорывным, очень наполненным добрыми моментами, хорошими историями, победами наших якутян на различных грантовых конкурсах и не только. И своим специалистам по работе с молодёжью, с институтами гражданского общества передаю огромный привет. Мы всегда готовы работать с вами. Спасибо за возможность, вас, Светлана, тоже поздравляю с наступающим Новым годом! — Спасибо большое, я вас тоже поздравляю, благодарю всех гостей в вашем лице, которые приходили весь год в эту студию, слушатели и зрители за внимание, простите, если я когда-то была не на высоте, но мои гости точно были на высоте, и пусть та информация, которой они делятся в этой студии, для вас остаётся полезной. И, Валерия Ивановича, поздравить хочу лично с наступающим Новым годом! Спасибо вам за ваше внимание, за ваши звонки, и всем здоровья в Новом году, радости и счастья! И оставайтесь с нами на канале «Республиканском» и на «Республиканской волне». Время ещё есть, говорит режиссёра, мы попрощались. Ну, я думаю, что много пожеланий не бывает. Пусть у всех всё будет хорошо, и все мечты, которые вы загадываете весь год, пусть они обязательно осуществятся в Новом году. Пусть он будет лучше, чем уходящий. Это точно! С Новым годом! С Новым годом!